Человек под дождем. Наши в Лондоне. Евгений Чичваркин. Ну что, самый центр Лондона, гайд-парк. Погода, конечно, не московская, но все равно очень холодно. Вот-вот должен приехать Евгений Чичваркин, тоже из загорода. Из загорода, да. Очень много новостей вокруг его персоны в последнее время. И самое главное, наверное, то, что прекращено одно из важнейших дел в истории вообще всей компании Евросеть. Дело о контрабанде прекращено 20 января этого года. То есть фактически мы в таком жарком информационном поле находимся, что здорово. Второе дело закрыто. Как ощущения? Ну оно не второе, оно самое основное базовое дело, из которого было выделено дело... Ощущение правильности. Надо вообще сказать большое спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву за то, что он продавил эти поправки. Потому что огромный кусок ФСБ, в принципе, остался без работы. Ну, работы мы подразумеваем, подработаем и подразумеваем ограбление коммерсантов путем заведения на них уголовных дел. Он еще хотел это сделать в марте, потом в мае, потом в сентябре. И вот получилось прямо, можно сказать, на излете его времени в президентском кресле. Но, тем не менее, надо отдать должное. Это, наверное, самое важное, кроме вот тех изменений, которые, я надеюсь, будут в политической сфере. Самое вообще важное, что он сделал для этого в президентское время, это и самое правильное, то, что огромная политика людей, ну, тысячи реальных коммерсантов, настоящих коммерсантов вернутся назад в бизнес. А насколько он вот при принятии этого решения учитывал именно ваше дело? Вам известно об этом? Нет, мне неизвестно. Я не думаю, что это делалось конкретно под это дело. Это закрывалась огромная коррупционная лазейка, огромная коррупционная лазейка. И у нас, слава богу, на этот момент никто не был в тюрьме, а как, например, Антонина Бабасюк или владельцы компании, которая привозила яхты, катера и так далее. Есть огромное количество людей, которые сидят уже, некоторые сидят много лет уже, по обвинениям очень странно составленным и, на мой взгляд, надуманным, которые напрямую там не имеют отношения к контрабанде, для которых было выгодно ограбить, используя эти статьи. Это достаточно большой шаг к либерализации, достаточно большой шаг к свободе, хотя бы его лозунг «Свобода лучше, чем не свобода». Вот это является тем самым доказательством, которого мы ждали три с половиной года. Евгений, а вы контактировали с кем-то, ну вот последнее время, отсюда, из Англии, с кем-то из окружения Медведева, с его штатом? Какие были у вас отношения? У меня отношения весьма доверительные с некоторыми из людей, но я не уверен, что эти люди хотят, чтобы это была публичная информация. Я с 2005 года активно искал контакты среди властей, и общался всегда открыто, использовал всегда один-единственный свой телефон, писал огромное количество писем, напрашивался на встречи, звонил, просил, требовал и так далее. То есть я очень активно деятельностью вел и лоббистскую в отношении отрасли и в отношении компании. Я вообще не считаю, что это что-то такое богопротивное, отстаивание своих интересов. А в политику из-за этого пошли, когда вы в права и дело вступили, стратегия 2020, ролик в поддержку Медведева. Это связано было с этим лоббированием ваших бизнес-интересов? Вернее, с отстаниванием их, так скажем. Все корреляционно. Дело в том, что большой доступ до средств массовой информации, такой серьезный доступ это давало, и там не было ничего, что противоречило моей позиции. Например, в стратегии 2020 мне ни один человек ни с одного уровня не сказал вообще, что говорить, а что не говорить. Да, было принято табу не с***ть Медведева и Путина. Но Медведеву я, в общем-то, не собирался ничего против него говорить, потому что, когда до выборов, например, какие-то вещи, которые он делал, они тоже были существенно хороши. Например, не введение вот этого 5-процентного сбора, авторского сбора. Тогда именно из его окружения пошел сигнал о том, что это делать нельзя. Ну, потому что это опять огромный бы кусок рынка, вгнало бы серую зону, и от 400 миллионов до миллиарда долларов собирали бы бандиты. А сейчас 1%, правда, не 5, а 1, собирает Михалков, который у меня стал ассоциироваться тоже именно с бандитами. Лично у меня он ассоциируется с бандитами, которые получают деньги за то, почему не имеют никакого отношения. Евгений, а это правдивая информация, думаю, сейчас ее можно подтвердить или опровергнуть, что Сурков, с которым вы были, естественно, знакомы по стратегии 2020, там все видели вас на... Мы еще до были знакомы. И до были знакомы, ну, публично вас видели вместе на заседании стратегии, на винзаводе даже, помню, проходило, что Сурков ходил к Путину с просьбой как-то внимательно отнестись к вашему делу, по-моему, уже ко второму, связанному с контрабандой. И Путин сказал, ну, не хочу связаться с этим уголовником. Или какая-то такая была фраза. Знаете, я не держал свечку, я не могу не подтвердить, не опровергнуть это. Но могу сказать, что в начале июля 2008 года, когда правительство было готово отменить 5% ввозную пошлину на телефоны, именно гнев Путина этот процесс остановил, и именно его вмешательство хранило серый рынок мобильных телефонов до сих пор. Он сказал, что не позволим всяким сетям, ну, имею в виду нас, вмешиваться в тарифно-таможенную политику, лоббировать интересы для набивания своих карманов за счет бюджета. Это кому он сказал? Это он сказал на заседании правительства, где был поднят вопрос о снятии 5% за пошлины за телефоны, потому что предыдущие было снятие пошлины за цифровые аппараты, и бюджет получил в три раза больше денег. Выбелилась целая большая отрасль. Всего, что нужно было делать, отменить эти 5%. В следующий год там в масштабе государства выпадали небольшие доходы, а через год они с лихвой восполнялись. Но команде, которая вокруг Путина, это не нужно, потому что они на этом деньги грабили. Но это не нужно было ни таможенным органам, ни федеральной таможенной службе, ни тем вставленникам Путина, которые были в бюро специальных технических мероприятий, которые как раз вся поляна телекомная была отдана для крышевания и для набивания всех карманов. Вы имеете в виду Бориса Мирошникова? Я имею в виду Бориса Мирошникова, все товарищи. Это самый основной бандит, который инициировал и прикрывал дело против нас, который делал дело и Власкина, и дело Моторола, и контрабандное дело. Дело Моторола, когда запахло жареным и жопа задымилась, он сам сел на пресс-конференцию, есть видео-доказательства, где он говорит, что это вообще плановая, обычная нормальная деятельность, и что мы абсолютно, что есть признаки преступления, и все это контрабанда, контрафакт, и вредные для здоровья. И через несколько недель все вернули, потому что все оказалось абсолютно чистым и нормальным. Когда Мирошникова там в определенный момент сняли, у вас были какие-то положительные эмоции по этому поводу? То есть был это сигнал такой? Да, он не прошел аттестацию, которую проводил... Он еще один высокопоставленный генерал. Ну да, там из них никого не осталось, кроме куратора Евросети Дмитрия Асфальда. Где он сейчас, я не знаю, но несколько месяцев назад, он был вне штата, но он продолжал работать в подразделении. А самим Сурковым обсуждали уже вне рамок заседания стратегии 2020, вот ваше положение? Да, да. Я пожаловался ему, сразу же рассказал о ситуации, как она есть. Практически сразу. Не только ему, я всех, кого знал, и близких к правительству, и к Кремлю, я всем рассказал. Какая была у него реакция? Поможем? Рассмотрим? Доложу? Да, он заинтересовался, и... Ну, у него хорошее чувство юмора, он говорит, виноват, посадим, а не виноват, отпустим. К Суркову такое отношение вполне однозначно, особенно там... А на срать какое отношение? Я вот почему не смогу никогда стать политиком, ну, нормальным, да, потому что для меня личное важнее общественное. У меня личное отношение, оно не такое, как у либеральной общественности. Понятно. А вы сейчас как-то с ним созваниваетесь, поддерживаетесь, когда он в Лондоне бывает, может быть? Встречаетесь? Нет, мы не встречались, но по какому-то поводу, я думаю, я могу посадить. Ну, кто-то еще был помимо Владислава Юрьевича? Вы же, ну, многих знали. Дело в том, что я вообще не общался ни с кем из силовиков, я их не знаю, знать не хочу. И на мой взгляд, что вот этот весь силовой блок, по большому счету, он должен пару-тройку лет присидеть в суде, а потом еще очень долгое время строить ту самую дорогу Хабаров-Чита, чтобы по ней можно было действительно ехать 140. Евгений, ну, сейчас, похоже, нету там особо никаких препон, по крайней мере, юридических, чтобы вам вернуться. Вы не хотите? Юридических формальных препонов нет, а по факту тот же Борис Мирошников, хоть и был, ушел откуда, но он ушел с орденом, заслугами перед Отечеством, и одновременно были и руководством ВД, и Нургалиев ему речь и говорил, сладкие на выходе на пенсию, и Бортников, то есть одновременно и руководство ФСБ, и руководство МВД, его провожало на пенсию с почестями. Но он на пенсию уже? Ну, он работает в Уралсибе, получая большую зарплату. И для Уралсиба решает вопросы по развитию бизнеса, угадайте, используя какие знакомства. Какие? Ну, свои же ФСБшные, МВДшные знакомства. То есть, если они захотят быстро открыть уголовное дело, я еще долететь не успею, как они уже откроют и напишут все документы, которые будут достаточно... Евгений, ну согласитесь, что это тоже такой поиск внешнего врага постоянно. Участы уж кажется, что, ну, второй закрыли, уже вряд ли какой-то фантом в виде Мирошников возникнет на горизонте. Тем более, вы сами говорите, что... Нет, смотрите, я их лишил кормушки, точка. Я их реально лишил кормушки. Ну, то есть вы всерьез полагаете, что они будут продолжать вам мстить? Десятки миллионов, они воровали десятки миллионов. Сейчас я не уверен, что у них эта возможность есть. Евгений, но есть... Также их кураторы из ФСБ также лишились денег, которые сейчас все в должностях. Я фамилии называть не могу, и я их не могу доказать все дело. То есть вы считаете, что даже вот уже после закрытия двух уголовных дел... Да что такое открыть в уголовное дело в России? Это раз-два. Это была бы воля. Ну, мне кажется, что все-таки сейчас вы к героям могли вернуться и не опасаться. Героям в глазах кого? В глазах своих я... В глазах интернет-аудитории, которая вас вполне там поддерживала и поддерживала, и... Интернет-аудитория в основном относится хорошо. А вернуться с целью чего? Вот я хотел вас спросить, если вы... То есть вы не хотите возвращаться, потому что у вас там нет никаких дел и возможностей их... Мы сорвали детей, да. Дети здесь мучились, учили английский язык. По сути, да, такая ломка менталитета. Все друзья, ну, там, остались там, да. Ну, вот детей вырвали из среды. Опять их вырывать из среды? Нет. А какой у вас сейчас статус в Великобритании? Легальный. Ну, вы же не политэмигрант, да, насколько я понимаю? Не политическое убежище вам было предоставлено? Нет, у меня нет политического убежища, но по факту я политэмигрант и самый настоящий. По сути. Нет, я имею в виду юридически. Статуса юридического нет. А у вас виза или на каких основаниях? У меня легальный, сто процентов легальный статус. Какой? Долгосрочный. Ну и он уже решен? То есть это как бы уже вопрос решенный? Да, да, я длительное время могу, очень длительное время могу здесь жить. Но это вид на жительство, правильно? Я вот на сегодня не хочу его раскрывать, но утверждаю, что он легальный абсолютно. Наши в Лондоне. Евгений Чичваркин. Вот эти заявления, которые вы сейчас сделали по поводу Мирошникова, что несмотря на закрытие уголовных дел, все равно угрозы остаются и с новой силой могут возрастать и как-то вас настигать в России. Что эти заявления, они скорее адресованы Англии, чем России. Потому что в Англии вам нужно в силу разных причин поддерживать статус политиммигранта. Была ситуация в 2007 году. Путин попросил Блэра отдать Березовскому. Блэр сказал, что он этого сделать не может. Что это решает суд. Тогда Путин по слухам говорит, ну скажем, это же твой суд, позвоните. Говорит, вы не поняли. Но вряд ли уж Путин так напролом действовал. Здесь этот слух я слышал много-много раз. И у меня по большому счету нет сомнений. Я говорю по слухам, чтобы это не звучало как утверждение в эфире. И Блэр сказал, что я не могу влиять на суд. Я могу подать в суд, я могу собрать доказательства, там, за свои деньги платят адвокатам. Но я не могу влиять на суд. И потому здесь все так дорого и богато. И потому здесь безопасно, удобно и хорошо. Потому что здесь независимый суд. Евгений, ну а в Лондоне бизнес есть какой-то? Пока нет. Скоро будет. Будет обязательно. Хорошо. Какой-нибудь красивой дате можно взять. Например, 2 сентября. Очень много разговоров подходило... 2 сентября. 2 сентября. Потому что говорили про сентябрь 2011 года, что... Что-то должно открыться. Ну, говорила местные общественные, скажем так. Давайте. Ходили слухи. Здорово. Комментируйте. А что открыться иметь? Что говорили? Давайте 2-го 12-го. Говорили про винный бутик. 2-го 12-го года. Вот что будет. Ну, а вот история с винным бутиком здесь, в Лондоне, она достоверная? Не скажем пока. А почему? Не хочу. Сгладишь, не хотите? Не-не. Я не суеверный. Я материалист. Вот. Это не от сглаза. Это от... Конкурент? Нет, нет. Ну, что вы? Ну, хорошо. Давайте просто чуточку. Просто рано. То есть это будет какой-то роскошный здесь магазин, да? Хорошо, сказали. Я постараюсь, чтобы... Вот. У нас, конечно, предприятие, оно во много сотен раз меньше, чем один магазин Икея. Вот. Просто я никуда не спешу. Кто понял жизнь, тот не спешит. Ну, у вас уже есть какая-то команда, там, промоутеры? Ну, я имею в виду... Ну, очевидно, что нужно будет как-то вам заявлять об этом месте. Я совсем промоутер. Это да. Ну, смешил. Ну, смешили. Как давно вы начали подготовить... Ну, готовить... Вот... Готовить себя? Открытие этого магазина. Ну, даже не открытие, а точнее, а... Оксфорд Стреть. Я заходил в каждый магазин, вот, и сам задавал... Заходил вот так, задавал вопрос. А этим я хочу заниматься? Думаю, нет. И дальше шел. Пока не нашел то, чем хочу заниматься. Еще долго думал, точно ли я хочу этим заниматься. Как я хочу этим заниматься. Со 2 сентября 2012-го мы выпиваем в вашем новом магазине. Выпиваем? Закупаем. Поправьте. Ну, а может, закусываем. А может, закусываем. А может, закусываем. Ну, вы тут довольно часто принимаете участие в разного рода политических акциях. Сами устраиваете там... Да. ...в отличном роде перформансы. Да. Зачем? Да. Ну... Фофан, как говорят тут. С одной стороны фофан, с другой стороны фофан. Фофан. С другой стороны, я этого не мог делать в России, а мне всегда хотелось. Ну, например, ну вот, я как-то у Гельмана купил картину ребят с нашего двора, где 24 человека, все с лицами Путина, были одной командой. Наш руководитель службы безопасности, который всегда очень вежлив, ко мне обращался на вы и все время говорит, «Женя, вы об***ли, что ли? Снимайте это на***ю немедленно». Вот. И чтобы этого никто, б***ь, не видел. Вот. И... Не, мне всегда хотелось. Я внутри... Евросетисты... Подождите, это такой арт, что ли, у вас? Да, арт. Евгений, вот у вас белая ленточка. Да. Я немножко не так вообще повернул, более победный. Победный. Вы следите за всем, что в Москве происходит? Знаете, может быть, я надеюсь, что когда-нибудь Илья Яшин расскажет, о чем мы в июле 2010 года здесь общались с ним. Вот. Я очень рад. Я про белые ленточки. Ну, я предлагал три цвета. Естественно, желтый, любимый, светло-зеленый, либо белый, для протестного движения. И вот последнее, то, о чем мы обсуждали, это ленточки на машины, это было буквально вчера. У вас нет такого чувства, что вам бы хотелось, скажем так, оказаться в эти... Про единый цвет оппозиции, про единый цвет оппозиции. Если вы зайдете на его блог того же времени, это июль 2010 года, он скажет, что я их немного критиковал за отсутствие единого стиля у всего оппозиционного движения. Бренд-бука не было. Такой философский вопрос. Вам самому не хотелось бы оказаться на одной из этих площадей, может быть, на сцене? Вот это то, чего, в общем, потеряли. Потому что, когда мы уезжали, слово «Путин» даже с такой гримасой нельзя было произносить по телевизору. Только вот такой. А сейчас произошла полная десакрализация. Вот. Ну, в общем, это только начало. Почему нельзя вам 4 февраля хотя бы на один день прилететь на митинг? Будет митинг, я думаю, вас с радостью бы там в число ораторов бы записали и только свяжитесь с организаторами. Я считаю, что четвертый раз за последний час. Для меня опасно пересекать границу Российской Федерации и даже границу посольства Российской Федерации. Наши в Лондоне. Евгений Чичваркин. Есть версия, она давно обсуждается в бизнес-кругах в Москве, но почему-то она не публичная, что дело в отношении вас сфабриковано «Альфа-групп». И что изначальным, так скажем, выгодоприобретателем вашей компании хотела быть структура «Альфа-групп». Вот как вы можете это прокомментировать? У меня нет доказательств, ни доказательств, ни ощущений, что это «Альфа». Ни единого доказательства, ни ощущений. Но неужели... Послушайте, вы назвали сумму, они ее заплатили. Да, да, там, часть заплатили позже, но они заплатили. Ну, есть мнение, что вы ее заплатили, скорее, вынуждены, просто под давлением, что уже некуда зеваться. И изначально их стоимость, которую они предлагали вам... У нас был эксклюзив с МТС три с половиной месяца. И в течение этих трех с половиной месяцев «Альфа» выходила с предложениями с теми или иными. Но за две недели, дней за десять, до того, как этот эксклюзив истекал, меня пригласил руководитель службы безопасности системы Руслан Алмакаев. И сказал, чтобы я больше по телефону не произносил фамилию Путин, когда общаюсь с руководством АФК системы и с руководством МТС. И что, если мы пойдем с ними дальше, с системы, то они эти все проблемы снимут. А также процитировал мне мои телефонные переговоры, сделанные неделю назад. Ну, а почему все-таки они не купили, если вы были готовы пойти на то, чтобы дело в отношении вас будет закрыто тогда, если вы продаете... Лучше этот вопрос задать руководству системы. Ну, ваше мнение. У вас же есть свое понимание. Есть формальные факторы, как экономический кризис 15-го числа, например, е**лся Лемон Брадерс, да, но к этому моменту уже из трех с половиной месяцев прошло три месяца и неделя. 15-го сентября, а 20-го, 21-го истекло три с половиной месяца. А неформальный фактор? Вы сказали, есть формальный, значит, есть еще какой-то. А про неформальный фактор лучше задать им, потому что у меня нет доказательств, кроме косвима. По моим ощущениям, они не хотели платить эти деньги. А какую сумму вы им выставляли? Не скажу. У нас был НДА, и, конечно, он сейчас не работает, но, тем не менее, не скажу. А как потом появился Мамут? Они никуда не... Они в конце апреля сделали первое робкое предложение в мае, но мы... Мамут? Альфа. Альфа. Да, но мы... У нас был положительный опыт до этого работы с МТС, и они действительно нам за всякие маркетинговые вещи платили десятки миллионов долларов. А с ВМПЛКОМом не было настолько большой истории именно вот подобных взаиморасчетов. Мы их, ну, не знали просто. Просто не знали. И у нас была устная договоренность, которая переросла в эксклюзивную письменную. Сейчас бы, я понимаю, что правильно было бы в мае, июне продать Альфы гораздо дороже. Почему тогда осенью возникает Мамут посредник между Альфой и вами? Эта конфигурация удобна была для Альфы, на мой взгляд. Вот. И она нас никак не расстраивала. Мамутам отношения ровные, абсолютно нормальные, и через какое-то время у нас, ну, вот, не позже, чем через месяц, к этому будут маленькое подтверждение. Чего подтверждение? То, что отношения вполне рабочие. Каким образом? Не образом, а чем-то вроде подсвечника. Сейчас еще чуть-чуть рано. Дайте нам новость. Нет. Ну, хорошо. Хотите новость? Да. Окей. 2 и 3 марта последний концерт на свободе будет гражданин-поэт в Лондоне. И там лондонский проект Мамута тоже будет участвовать. Чуть-чуть. Какой проект лондонский Мамута? Вот такой. Какой-то такой-то. Надо прийти, купить билеты, прийти и увидеть. А откуда тогда эта версия, ваше мнение, мне интересно, ну, достаточно распространенная по поводу именно выкручивания своих условий со стороны Альфы групп именно на момент 2005 года? Это ФСБ? Это оттуда. Они, информационный вброс, это вот их чекистская любимая тема. Переложить на Альфу? Да. Они их не очень любят, видимо. Не знаю. Мне постоянно, даже убедили даже некоторых из наших адвокатов. Наши в Лондоне. Евгений Чичваркин. Сейчас три года уже, да, вы тут находитесь? Да, чуть больше. Ну, чуть-чуть больше. Чего не хватает? Чего не нравится? Не нравится... Мне кажется, что многие местные жители отмерили себе лет по 200 по их ритму и вообще по всем, вот, по планированию лет по 200 жизни. То есть, ну, они детей там рожают, когда папе под 50, маме под 40, там, ну и так далее, вот, первых. То есть, ну, вот, такие странноватые вещи некоторые происходят. Такое впечатление, что в течение 300 лет все, кому что-либо было нужно, они уехали в Австралию, в Америку. Вот, и остались те, кто ценит, так очень мягко скажем, ценит стабильность. А вы тут уже свой? Конечно, нет, никогда не был свой. Никогда. Почему? А я, ну, форсировать ассимиляцию я не хочу. А естественным образом она происходит достаточно нежно. А что вы вкладываете в понятие «не свой»? Ну, вот, как вы это ощущаете? Нет, ну, как вот с вами поступают не так, как с самими англичанами поступают англичане? Как вы это ощущаете? Или это на уровне какого-то вашего, там, типа, отношения к местным реалям? Я не очень, я не сильно, я не лезу в их общество, да, я не навязываюсь. Вот, есть люди, которые лезут и навязываются, которые хотят прописаться, я не лезу и не навязываюсь. То, что получается естественным путем, то и получается, без насилия. Круг общения уже, ну, естественно, сважился тут. Да. В основном соотечественники, местные. Ну, в основном соотечественники, но у меня язык не очень. Очень? Нет, я бы, нет. Естественным путем происходит, как у детей. Ну, с кем из каких-то публичных персон, которые здесь живут, дружат? Ну, там, приятельствовать. Ну, с некоторыми, да, я не уверен, что люди хотят. Вдруг я опять окажусь в очень враговом режима. Что же все так боятся рассказать про своих друзей даже? Потому что, кроме своих интересов, есть интересы друзей. Нет, ну, то, что вы с ними дружите, общаетесь, это же, ну, каким образом вы их выдадите? Мы дружим, мы общаемся, но огромное количество людей, особенно, там, года три назад, не очень было готово это выносить на публичную сферу. Потому что иногда, вот, людей, которые отсюда выезжали, там подвергали, например, обыску. Прямо в этом самом, в здании аэропорта. Ты с Лужковым общались здесь, в Англии? Нет, с Лужковым я здесь не общался, вот, и его никто и не задержит. Если он будет так же приезжать и так же день, слишком много лишится голосов Путин в Москве, если он Лужковым задержит. Евгений, я еще хотел спросить, вот, возвращаясь к теме. Потом, не дай бог, если Лужков начнет говорить. Вы бы за кого проголосовали, кстати, или не пошли бы на выборы? Из тех, кто сейчас есть. Ну, да. Ну, если представить себе, что 51% вдруг проголосуют за Прохорова, ну, если бы он захотел бы, он бы сделал себе больше, конечно. Его нет в интернете, его нет в Ютьюбе, он не обращается, у него очень мягко, обтекаемо, говорит. Вот, он вызывает, я к нему отношусь лично с большим уважением, лично с большим уважением, но он сейчас играет договорной матч. Этот матч договорный. Ну, то есть за него бы вы не саргулся? Стал бы, тем не менее. Если бы надо было именно сделать так, чтобы нагнать ему голосов, неимоверное количество, вот, именно, причем, чтобы люди поверили, это можно было сделать, но это не Антоном Красовским делается. Вы за городом живете или в Лондоне? То так, то так. У вас своя недвижимость или это вы купили? Первый раз в жизни, да, имеем свой дом. В России мы арендовали. Дом и квартиру здесь, соответственно, в Лондоне. У нас с 2000 года, как мы только начали политику низких цен, все время были угрозами. Уже у нас была абсолютно, ну, такая, рефлективная посыл всех нахуй. С любыми угрозами. Это угрозы от конкурентов были? Или от специальных покупателей? Было столько. Какие-то переговорщики, какие-то мозголубы, какие-то люди, блядь, с триколорами приезжали в галстуках выбритые на ухо шептать. Таких не было столько вообще. У вас никогда не было сомнений в том, что вы... Они потом уже привыкли, что я их посылаю нахуй, они пытались там через руководство службы безопасности ебать мозги, партнерами мы ебали мозги. Там пытались чуть ли там через жен, ну, не через мою, слава богу, ебать мозги. Есть касты профессиональных мозготипов вокруг российских чекистов. Сложно, которые кормятся от бизнеса и пытаются всячески их грабить. Человек под дождем. Наши в Лондоне. Евгений Чичваркин.